Здравствуйте! Сегодня будет небольшое полезное видео для всех тех гармонистов, которые хотят убрать сабтаккорды в левой клавиатуре, и чтобы в аккомпанементе у вас всегда были три звучания. Сделать это очень просто. Вот инструменты, которые нам потребуются. Возможно, даже все они и не потребуются. Просто я сейчас нахожусь в Академии Гнесиных, в нашем классе. И вот инструмент моего студента Антона. Не помню наизусть, какие там болтики, поэтому взял чуть-чуть с запасом. Значит, первым делом, ну вот, открутили ремень и нужно снять крышечку. Здесь, кстати, сетка нестандартная, она с сурдиной. Это нехитрое приспособление, которое позволяет приглушать бассейн. Сейчас увидите, как это выглядит. То есть вот сеточка и с помощью рычажка мы либо открываем дырочки, либо закрываем. Когда закрываем, приглушаем левую руку. То есть сетка получается глухая. Так, и вот что у нас мы видим. Это левая заказная механика. Значит, когда трезвучие, у нас нажимается три звука. Ну, конечно, если вы нажмете, вы увидите, очень много рычажков нажимается, потому что они дублируются. Но вот вторая кнопка аккорда фа. И вот идет раз, два, три. Три точки. А вот там, где нажимается четыре, вот, раз, два, три, четыре. Это септаккорд. Обычно их четыре штуки. От соль, от си, от ми и от ре. Значит, очень легко понять, какую нотку, лишнюю четвертую, нужно убрать. Вот если нажимаем аккорд, четыре звука, да, то мы четыре колка у нас. Открывают четыре клапана, получается четыре звука. И мы отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестую кнопочку. Вниз. Нажимаем на нее. И вот, видите, вот этот клапан, он лишний. То есть если мы нажмем три клапана, вот эти. Звучит три звуча. Если добавляем четвертый, звучит септаккорд. Вот этот вот нам нужно убрать. То же самое и с другим аккордом, где четыре звука. Вы просто отсчитываете отсюда раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нажимаете. Вот. Вот этот толкатель. Вот четыре колка. Нажимаем шестую снизу кнопку, и мы видим, какой колок не должен нажиматься. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто убрать вот этот пальчик. В данном случае, шестую нажимаем, нужно убрать вот этот пальчик. Увинчивается вот эта деревянная заглушка, вытаскивается толкатель и откусывается лишний пальчик. Если у вас есть надфили, то можно потом еще это зачистить, чтобы не было никаких зазубрин. То же самое и со вторым рядом. То есть вот нажимаем вот этот септаккорд, отсчитываем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нажимаем и видим вот здесь вот этот последний. Вот он лишний. Ну и так далее. Ну, в принципе, эта система подойдет и под любые другие механики, даже не тульского производства. А вообще, вот когда мы заглушечку откручиваем, лучше в таком варианте ничего не делать, потому что у вас все это может посыпать. Инструмент лучше перевернуть вот таким образом. И уже придерживая инструмент, дальше работать. Вот еще раз аккорд ре сделаем из септаккорда трезвучия. Вот этот лишний звук. Значит, запомнили первый пальчик. Аккуратненько вытаскиваем. И просто-напросто нужно откусить. Берем инструмент. Откусили. Здесь вот есть зазубринг. Ее мы зашлифуем. Возьмем надфилючек. И вот аккуратненько зашлифуем. А потом поставим на место. Как видите, это очень простая операция. В принципе, даже если у вас нет надфиля, можно либо плоскогубцами вот так вот сжать, чтобы зазубринка была меньше. Ну, либо вот этот лишний толкатель можно отвести немножко в сторону, чтобы он даже несмотря на наличие зазубринки за нее не задевал. Вот таким нехитрым способом вы можете откусить септаккорды. Лишние четвертые звуки в аккордах. Дело в том, что кому-то кажется, что септаккорд это очень богато звучит. Но на самом деле никак нет. Самое главное, что септаккорды мешают нам играть двухтональности. А если нам что-то мешает, лучше это убирать. Лучше играть на одной гармошке в двухтональностях, играть более красивым музыкальным языком, нежели испытывать неудобства из-за устаревшей конструкции. Точнее, конструкция-то не устаревшая, устаревшие мнения. То есть, вот как привыкли базовую тональность считать до диез, все никак не перейдут на до мажор. Как привыкли делать септаккорды, нет, чтобы делать трезвучие, а чего-то мастера боятся. Чего боятся? Надо просто убирать и все.